Привет! Здесь просто дубак и ветер. Буквально пара слов. Ну, в общем, выбираю себе выжигатель по дереву. В общем, проходила разные эмоциональные качели, мне всегда трудно делать какие-то покупки. Здесь прям вот ветер, вот так вот. Я сегодня в Берёзовске. Вот. И слушай, чё-то я как-то подумала, что возьму узор 10. Записываю ролик для тех, кому это интересно. Интересна эта тема, интересно выжигание по дереву. Такой узкоспециализированный ролик. Сейчас скажу почему. Первое преимущество, основное, у него есть кнопка включения, выключения. То есть прибор может быть в розетке, и при этом я могу его выключать. Объясню почему. Да-да-да, всегда нужно быть идеальной, да, это такой слух. Не, можно не всегда быть идеальным. Хорошо. Почему кнопка включения-выжигания, кнопка включения-выключения важна? Именно для меня объясню. Я не ребёнок в плане того, что это не так, что я там села и полчаса занимаюсь. У меня с творчеством происходит всё не так, если это не вязание. Это 5 минут тут, 5 минут там. В общем, продолжаю рассказывать. Ну, то есть, допустим, всё, что касается рисования и так далее, то есть я тут, там, тут, там, тут, там, да, и получается, что вот так вот сесть и полчаса выжигать, это не моя тема. В узоре 1 нету кнопки включения, то есть постоянно нужно будет выключать из розетки. Для самой розетки это не очень хорошо, потому что будут расшатываться контакты в розетке. Сейчас не буду, эти мальчики поймут, в общем. Вот, поэтому точно могу сказать, что для розетки постоянно вот это вот доставать и так далее, да, как вот заряжать телефон там некоторые, это вообще, ну, не очень хорошо, не очень хорошая история. Вот, а я именно творчеством занимаюсь так, то есть по 5 минут. Ну, у меня есть такая штука, ну, не то, что там синдром дефицита внимания, но мне будет тяжело долго удерживать своё внимание. И мне больше подходит, там, пару минут повыжигала, пошла, позанималась какими-то делами. Пару минут повыжигала, пошла, позанималась какими-то делами. Поэтому всё-таки я решила остановить свой выбор на выжигателях, где есть кнопка включения-выключения. В узоре 10, я буду повторять много раз название, чтобы как-то понятно. Узор 10К, вот это вот Десятое Королевство, по-моему, хоть они выпускают вроде бы детскую продукцию, но на самом деле он и для взрослых. Там есть кнопка включения-выключения. Мне нравится дизайн. Узор 10К, синенький, миниатюрный, маленький. Для меня, как для девочки, это очень важно, да, вот красивый дизайн и так далее. Дальше. Следующий важный момент. У узора 1 я читала такие, ну, как бы, отзывы, вот этот вот перекручивающийся провод, который постоянно выскальзывает. Всё-таки я решила тоже обратить внимание на этот момент, действительно. Там провод очень перекручивается. Продолжаем вести трансляцию, рассказывать. Ничего, что холодно. Ну да ладно, в общем, это, ну, то есть, получается, что перекручивается провод, и он как бы выскальзывает, ускользает, да, из руки. Это не очень удобно, и я визуально вижу и понимаю уже, какая, может быть, ситуация, да, там возникнет. Хорошо, вот, а узор 10к, получается, дворцовое королевство, там провод прямой такой. То есть, вот, именно такой провод желателен, чтобы спокойно держалась в руке, не выскальзывала. Штор у них одинаковый длинный, полтора метра у обоих. Вот, там ещё, получается, два шнура, который идёт в розетку и который непосредственно к выжигателю. К выжигателю по 0,8 метров. В общем, я уже полностью осведомлена. Вот, ну, для тех, кто интересуется рукоделием. Так, следующее преимущество. В общем, первое, это кнопка включения-выключения. Для тех, кто планирует вот так, как старикоза, позанимался, побежал по делам, позанимался, побежал по делам. Это важно, кнопка включения-выключения. Второе, это вот этот провод, да. То есть он в узоре один перекручивающийся, в узоре 10К он прямой, ну, то есть спокойно будет лежать на столе и так далее. И третье, дизайн. Узор 10К, очень симпатичный дизайн, синего цвета. В узоре один, ну, по крайней мере, там, где я вижу, где его можно взять, там цвета я видела зелёный. В основном это красный цвет, который мне абсолютно не нравится. Вот, где ещё, ну, как-то, я не знаю, не особо разбираюсь в магазинах. Вот, но красный цвет мне точно не нравится. А узор 10К там точно синий. Дальше. Я про узор 10К уже слышала, тоже прочитала, что там, так как это детский, всё-таки сделан для детей, да, что там очень толстая линия. И невозможно будет сделать детализированные рисунки. Вот это у меня, конечно, чуть-чуть вызывает сомнения, ну, вызывало, да. Я посмотрела внимательно на иглу, да, она достаточно такая толстая, плотная. Вот, но в то же время, смотри, я набираю иглы для выжигателей. И дальше там можно задать, например, вопросы, к какому именно прибору подходят эти иглы. И написано, что, то есть, одни и те же иглы подходят, что к вязь, что к узор 1, что к узор, да, что к узор 10К. То есть, одни и те же иглы. То есть, я могу за 250 рублей заменить на ту, которая мне нужна. Так, что ли, получается? Вот, сейчас я размышляю брать просто по дереву, либо по дереву и по ткани. Просто по дереву, ну, допустим, 1200, вот так вот стоит. Можно, можно где-то искать дешевле и так далее, но я очень плохо разбираюсь во всяких интернет-магазинах, и мне не хочется слишком в это углубляться, потому что, почему я мало пользуюсь вот интернет-магазинами, да, ну, пользуюсь, но мало, потому что я когда туда захожу, и вот у меня такое состояние какого-то, даже чуть-чуть стресса, что выбор такой большой, что мне ничего, я хочу просто закройте, и мне ничего не хочется. Вот, ну всё, буду заканчивать по поводу, да, вот этой иглы. То есть, получается, одна и та же игла на замену подходит и к узор 1, и к узор, и к вязь, и к узор 10К. Что это, о чём мне говорить, что, ну, я могу поэкспериментировать. Вот, и получается, последнее, что скажу, узор 10К получается по ткани и по дереву. Там, в принципе, то есть, если ты купишь просто выжигатель по дереву, он тоже тебе подойдёт и по ткани, просто потом надо будет докупить иглу, она в районе там 150-250 рублей, смотря где будешь брать. То есть, выжигатель по дереву подходит для выжигания по ткани, но потом тебе нужно будет подобрать иглу. И вот к таким, так скажем, популярным моделям подобрать иглу легко. Вот это тоже важно. Типа узор, или пешечка. Так что вот. Ты маленькая страна.